Приветос Амигос! Сегодня поговорим о чувстве апатии в танковых играх и тех вещах, которые ее вызывают. Видео основано не только на моих суждениях и ощущениях, но и на огромном количестве комментариев, которые я постоянно читаю о той или иной игре. Частенько под каким-нибудь видео со сравнением звуков танковых игр или графики разрастаются микросрачи, в которых выясняется какая же игра круче. Каждое подобное обсуждение проходит примерно в таком ключе. Да у вас одни лаги, а у вас сплошный донат, а у вас вообще ваншоты, а у вас вот то, а у нас вот это и так далее и тому подобное. И вот в очередной раз прочитав одну из таких высокоинтеллектуальных дискуссий я решил сделать это видео, тем более что давненько я не подрывал массово пердаков. В общем, сейчас я расскажу, что именно и в какой игре вызывает чувство уныния после нескольких боев в день. И помни мой маленький зритель на каникулах, если какая-то из игр, по твоему мнению, была незаслуженно обкакунькана, обязательно настрочи мне по этому поводу свой гневный комментарий. И может быть в следующем видео я буду опираться именно на твое мнение. А начнем по традиции с самой могучей игры про танки на сегодняшний день с World of Tanks. Лично для меня основная проблема World of Tanks это ее законсервированность. Ну не дуют в этой игре ветры перемен совсем. Какая игра была на ЗБТ, такая она и остается и по сей день. Ну разве что картинка изменилась в лучшую сторону, причем очень даже заметно. Поскольку я захожу в нее крайне редко, игра встретила меня патч ноутом. Почитал сплошное уныние. Перерисовали пару миникарт, перерисовали пару танчиков в HD, заменили один танчик на другой, вот и все, даже карту новую не завезли. А между тем патчи в картошечке выходят крайне редко, буквально раз в несколько месяцев. И что мы видим? Вот вышел патч, в нем ничего интересного, ничего нового. Неужели разработчики после Рубикона так боятся инноваций? Взяли на работу Муразора, обещали перестройку и где она? Как говорится, на всю деревню ни одной, прости господи. Да, запустили песочницу, проводят там какие-то свои тесты. Как я слышал, половине игроков нововведения там аж не нравятся, половине не нравятся. А если половине игроков что-либо не нравится, значит этого в игре скорее всего не будет. Ибо в случае World of Tanks половина это слишком много, чтобы ей рисковать. И даже в глазах игроков главные минусы игры с годами вообще никак не меняются. По-прежнему главным минусом считают голду, причем непонятно, то ли из-за ее цены, то ли из-за того, что она в игре вообще есть. Сама по себе голда представляет собой либо подкалиберные, либо кумулятивные снаряды. Эти снаряды существовали в реальности во времена Второй Мировой войны, поэтому в игре они само собой должны быть. И да, у этих снарядов был чертовски отличный пробой брони. Так что не вводить их в игру совсем было бы не очень-то правильно. А делать эти снаряды дешевыми, это значит позволить ими стрелять вообще всем. То есть остальные снаряды в игре станут вообще не нужны. Все только и будут стрелять, что подкалиберами. Таким образом тяжелые танки в игре горе хапнут. Так что дорогая голда это очень даже плюс. Правда, только для тех, у кого есть средства на ее покупку. Ну а хейтеров голды можно успокоить только одним. Вырастешь, пойдешь на работу, будет и на твоей улице праздник. Купишь себе золотые снаряды, будешь нагибать. А пока играй терпи. Тут правда есть конечно одно но, что подкалиберным снарядом вообще-то можно было дамаг чуть-чуть подубавить. За счет более низкого заброневого воздействия, нежели у снарядов обычных бронебойных и всяких каморных и так далее. И это даже вполне логично бы смотрелось. Мол, хочешь пробивать броню легко и просто, наноси урона поменьше, но тогда это решение может сказаться на продажах этой самой голды, а ни одна компания терпеть убытки из-за какого-то там войны каких-то там игроков явно не захочет. Также к списку минусов игры относят убыточность боев на хай-левелах. Мол, на десятках и девятках в боях уходишь в минус, как сильно бы ты не нагибал. Ну а как вы хотели, господа, ведь нужны же потребители премиумных аккаунтов, премиумных танков, убыточность на хай-левелных боях, так же естественно как дырки в презервативах, чтобы продажи сосок не падали. Ну и опять же нужно, чтобы онлайн игры играл на разных левелах, а не засиживался только на топовых. Я ни в коем случае не оправдываю разработчика, сам я уже давным-давно свинтил из этой игры, но надо признать, что Wargaming контора крайне гениальная. Нет, серьезно, вы только задумайтесь, они первыми вошли в жанр, они провели несколько чемпионатов, дав школьникам мечту и стимул развиваться в рамках их проекта, попутно сотворив для них кумиров, вроде бедного урубайца, из которого сделали грозу мониторов. И эти самые кумиры в любой непонятной ситуации, скорее всего, будут придерживаться линии партии, как говорится. Геймплей игры, как и любви, покорны все возрасты, именно поэтому у нее такой огромный онлайн. Реакция в игре не нужна, точность стрельбы танка от вас не зависит, вы указываете только сторону, в которую полетит снаряд. Остальное зависит от вашей статки, попутного ветра и воли рандома. Уже как несколько лет известно о том, что в игре задействован механизм усреднения статистики, о котором в очередной раз игровое комьюнити сенсационно узнало из блога Торвальда. Первая же информация об этом механизме появилась в виде перевода с англоязычного форума, в котором говорилось, что чем хуже ваша стата, тем точнее и успешнее ваши выстрелы. Чем ваша стата выше, тем дальше летят ваши снаряды, от центра круга разброса больше рикошетов и непробитий. Вот такая вот хитрость разработчика. Хотите верьте, хотите нет. Ну и наконец, игра цепкой хваткой удерживает своих игроков не только привораживающими заклинаниями на уровне Чумака и Кашпировского, но и простыми законами физиологии, по которым игрок адаптируется под геймплей игры. Геймплей World of Tanks чрезвычайно долгий, вялый и монотонный. Соответственно, со временем у заядлого игрока в картошечку практически полностью атрофируется реакция. Соответственно, чем больше и дольше чаще вы играете в World of Tanks, тем хуже вы будете играть во все остальные игры. Так что бомбанувшему от очередного поражения игроку не так-то просто будет сменить родную картошечку на какой-нибудь шутан, ибо на его фоне все остальные игроки будут казаться либо сверхчеловеками, либо читаками. Серьезные игроки в картошку, попробуйте поиграть хотя бы в Counter-Strike. Очень быстро вы начнете задаваться следующими вопросами. Как? Откуда? Как он так не в хедшот? Не читарасты ли против меня играют? Возможно, но далеко не факт. Просто они не играют танки, и поэтому они так быстро засылают вам хедшоты в чердак. Так что если вы захотите сменить игровой проект, скорее всего вам придется менять одни танки на другие. Ну либо танки на кораблике, ну либо на какую-нибудь другую игру, в которой не нужна реакция. Шахматы там или херстоун. В итоге денек-другой помыкаетесь и вернетесь обратно в свой родной ангар к своим родненьким танчикам. Подводя же итог по World of Tanks, хочу в очередной раз сказать, что по-моему игра зашла в тупик, и уже давненько топчется на месте. Пора делать что-то новое. Мы ждем тебя, Картошка 2. Более быструю, более точную, более дементную. Ну а куда деваться? Далее идет War Thunder, он же War Thunder, он же Улитка, он же Тундра и так далее. Игроки этого проекта максимально лояльны своей игре и активно хейтят все другие танковые игры за аркадность, то бишь за полоску здоровья над башней и за нереалистичность, само собой. Себя же при этом считая игроками в симулятор. Если в этой игре среди игроков бывают какие-то войны, то связаны они чаще всего с изменением боевого рейтинга той или иной техники. Если кто не знает, то боевой рейтинг это такой параметр, по которому в игре сортируется техника, то есть она попадает в бои друг с другом не по уровню, а именно по боевому рейтингу. Например, у Т-34 3.7, у Т-54 там 7.0, ну или что-то типа того. И вот из-за этой разницы в цифрах эти танки не попадают в бои друг с другом. Когда же БР той или иной техники меняет, это означает, что теперь танк будет попадать к той технике, к которой он раньше не попадал. Именно это и вызывает львиную долю бомбежки в пердобаках игроков. Дескать, теперь Т-54 будет попадать в бои к танкам Второй мировой войны, а это не исторично, в реале они не воевали и так далее и тому подобное. Хотя, на мой взгляд, какая разница, кто кого будет ваншотить. И мы плавно переходим к главным минусам игры моими глазами. Всё дело в её ультимативном дамаге. Если в ваш танк попадает снаряд, и это не тот редкий случай, когда вас спасает броня или рикошет, он либо вас сразу ваншотит, либо наносит вашему танку такие увечья, с которыми продолжать бой просто либо невозможно, либо не имеет смысла. Ремонт повреждённой механической части танка может занять вас больше минуты. Даже гусеница натягивается на танк секунд примерно 20. За это время, естественно, вас, скорее всего, успеют убить. Экипаж не вернуть в строй вообще никак. Если контузили, то контузили наглухо. В режиме реализм отсутствуют маркера над танками врагов. И в кустах, а также за деревьями их вообще не видно. В режиме симуляции отсутствуют маркера даже на технике союзников. Поэтому тимкилинг там дело совершенно обычное. Для этих режимов за донат можно купить кусты, которыми можно обвесить свой танк, и он станет совсем незаметным. Единственное но, что это самый дорогой укроп в мире на сегодняшний день. Поэтому большинство игроков выбирает аркадный базовый режим игры. В нем хотя бы перед смертью врага можно увидеть. Его видно на миникарте, над ним есть маркер. Но и тут есть огромный-огромный минус. Дело в том, что в аркадном режиме игры в прицеле присутствует так называемый светофор. То есть крестик с индикатором пробития. Этот самый светофор лишает игроков удовольствия пользоваться дальномером, а игру лишает интересных перестрелок. В итоге вся суть стрельбы в аркадном режиме это совместить крестик с танком врага, дождаться зеленого сигнала светофора и нажать на выстрел. Скорее всего при этом будет ваншот. На некоторых картах, таких как Польша, этот крестик помогает перестреливаться с врагами прямо с респа. Вот и получается, что в аркадном режиме не интересно стрелять, а в реалистичном режиме ты не видишь в кого стрелять. Конечно, там можно поставить графику на минимум, и кусты с травой куда-то загадочным образом пропадут, но блин, не для этого я в видеокарту баблом вбивался. Тем более, что графика в игре выполнена на высочайшем уровне, а о плохой оптимизации игры могут говорить только те, кто пытался запустить ее на бабушкиных счетах. Среди ведущих танковых проектов War Thunder развивается, пожалуй, быстрее всех. Они спокойно вводят в игру новые механики, вроде Птуров отжимая их эксклюзивностью Armored Warfare, и при этом не трубят на каждом углу, что Рубикон, Рубикон, у нас Рубикон. Просто взяли, просто сделали. Скоро, глядишь, дымы введут. Просто потому, что у них свой уникальный движок, и они умеют на нем работать. В общем, на месте разработчика я хотя бы в тестовом режиме попробовал убрать крестик из аркадного режима, потому что он убивает все уникальные механики этой игры, от пробития брони до стрельбы по дальномеру. И игрок, впервые оказавшийся в игре, даже не успевает их оценить. Он видит перед глазами только мир ваншотов. Когда его убивает первым выстрелом, он убивает первым выстрелом. А это, согласитесь, не особо интересно. Короче, предлагаю устроить референдум с голосованием за отделение крестика от аркадного режима игры в War Thunder. Вот уберут его, и может, будет годнота. А пока, ну, игра на любителя. Ну и, наконец, Armored Warfare. Она же арматка. Вот арматка мне нравится, они молодцы. Уверенно смотрят в будущее, забив болт на настоящее. Плохая оптимизация, лаги-баги фризы, рассинхрон выстрелов, задержка выстрелов. Все это подождет. Нам срочно надо значки в игру завести, интерфейс переделать. Armored Warfare живет исключительно завтрашним днем и обещаниями всяких успехов в будущем. Мол, оптимизацию завезем в следующем патче. Слышали мы в 0.13, 0.14, 0.15, 0.16. Сейчас известно, что в 0.17 ее тоже не будет. В 0.18 будет все. Разработчики игры уже порядочно набили руку и шишки, поэтому обещания свои они теперь делают не на следующий патч, а через один. А в текущих же патчах в игру завозится новая механика, которую вы пока не видите. Но уже осенью на базе этих патчей вы получите новый режим, а также территориальные войны. Мы поборемся, лаги, баги, фризы, рассинхронные задержки выстрелов, но все это будет осенью. Вместе с новой сокрушительной рекламной волной этой игры. Где-то я слышал, что на данный момент игру рекламировали всего на 30% мощности. А между тем, реклама игры была на телевизоре, на радио, в метро, в интернете, на почте, на сайте интернет-магазинов, но и также суперакция по раздаче золота в игре конкурентов. И это оказывается Mail.ru работало не в полную силу. Ну, теперь, видимо, рекламу Armored Warfare будут транслировать в сны. Но это все будет осенью. А пока с патчем завезли новые звуки, киндер-сундучки и два коллекционных электронных издания за 2 и 3 тысячи рублей. Вообще, у разработчиков своеобразная манера решать проблемы игры. Вот говоришь им, что некоторые карты слишком часто повторяются. Иногда на одну и ту же карту можно попасть три раза подряд. На что следует ответ, что в будущем игровых карт станет больше, и проблема решится сама собой. Я также предлагаю решить проблему с оптимизацией. В будущем у людей компы станут мощнее, и проблема решится сама собой. Мощнейший движок игры CryEngine 3 по версии продажных водомесов CryEngine 4, по версии игроков CryEngine 1, а по графике CryEngine 2 раскрыт всего на 50%. И это при том, что Obsidian Games уже никак не может с ним справиться и его нормально оптимизировать. А в будущем нас также ждет улучшение графики. Однако при этом, незаметно для всех, Harvard Warfare уже сделала всех своих конкурентов в плане прорисовки танков. Модели техники в игре выполнены в 4К. Другое дело, что текстура на них натянута времен восстания Колчака. Вообще, надо сказать, что в Obsidian работает довольно своеобразный художник. Красиво у него получается только искры, брызги, дождь и дым из ствола после выстрела. Все остальное как-то не очень. Ну да ладно, он художник, он так видит. Также в будущем игрокам обещают завоз в игру механики износа брони, переработку механики птуров, решение проблемы пиксель-хантинга и многое-многое другое. И все это начиная с осени. Даже если игроки поверят, смотрите, чтобы не получилось так, как в сказке с мальчиком, который постоянно кричал волки. А то вы будете кричать, оптимизация, у нас оптимизация, люди прибегут, посмотрят, оптимизации нету. Режим, у нас новый офигенный режим. Люди прибегут, посмотрят, режим не офигенный. И в конце концов игроки обещания в Mail.ru начнут верить не больше, чем в предвыборной программе очередного депутата. Но одного у игры все-таки не отнять. Геймплей здесь реально раза в три быстрее, чем в картошке. И хоть из современных механик в игре есть только птуры, казы, дымовые завесы и осветительный снаряд дневного действия, все-таки техника быстро ездит, быстро сводится и более-менее точно стреляет. Хотя здесь современный танк со всем своим современным оборудованием в иной ситуации может со 100 метров в слона не попасть. А на ходу стреляет даже хуже своих дедов и прадедов из времен Второй мировой войны. Что же можно сказать об Armored Warfare, подводя итог по этой игре? В очередной раз даны обещания, в очередной раз мы будем ждать их выполнения. Хотя это уже потихоньку начинает напоминать анекдот, типа, нашему народу уже столько всего обещано, а ему все мало. Но в принципе осень уже не за горами, догуливайте хорошую погоду, а там видно будет. У меня на этом собственно все, чань жмите, чань пишите и все такое. Субтитры создавал DimaTorzok